Понимаете, если мы сами себе не поможем, нам никто помогать не будет. Разве Путин не понимает, что сегодня верхах происходит в Украине? Разве он не видит, что как бы коалицию создают, создают, не могут никак создать? Не могут родить ее, а уже сколько прошло после выбора времени? Ну, сомнений в готовности наших нет. Будем мы сильными, тогда мы выдержим это все. Я еще раз, мы оказались в уникальной ситуации, между прочим, как страна. У нас сегодня нет гарантии национальной безопасности. Нам ее никто не гарантирует, кроме нас самих. Заново отстраивать армию, уже комбаты добровольцев, это косяк новой армии. Службы, новые патриоты, молодые, причем патриоты оттуда, с востока Украины, которые вынуждены приехать сюда. Это тоже косяк новых служб, так далее. Новые антикоррупционные структуры, которые будут созданы, и так далее. Я еще про шпионов хочу спросить, потому что шпионы это очень важный момент. Причем шпион, вы понимаете, как на восток Украины. А у Путина планы и дестабилизировать ситуацию на западе Украины, я не исключаю, что вот там тоже. Тем более, ухудшение экономической ситуации у нас тоже есть, социалка тоже есть, зима, проблемы свои будет создавать. Его задача расшатывать страну нашу, вообще по всем, так сказать, регионам, а не только на востоке Украины. Поэтому надо все-таки сейчас оставить разговоры. Запад свою работу сделает, он делает свою работу. И по демократической линии, и по ООН недавно было заседание по Украине, оно же было только недавно. Вот и все. Значит, главное все-таки в нас, в нас, и поэтому если мы за себя работу делать не будем, за нас ее никто не сделает.